Добрый день, Сергей. С минуты присоединится Богдан Гиганов, депутат Одесского горсовета от оппозиционного блока, обсудим и с ним эту тему. Итак, одобряете ли вы реформу ЖКХ, которую мы сейчас обсудим? Я думаю, к концу программы вы определитесь, хорошо это или плохо, голосуйте, да либо нет. Итак, закон предусматривает массу норм, массу нововведений, я хотел бы остановиться коротко на каждом из них. Итак, с 1 января 2019 года, внимание, не следующего года, а 2019, вводится пеня за просрочку платежей за услуги ЖКХ. С первого дня после окончания истечения срока оплаты к долгу ежедневно будет прибавляться 0,01% от его суммы. И таким образом эксперты посчитали, что за год, допустим, за долг в 1000 гривен набежит пеня в 36 гривен. В принципе, сумма незначительная. Так какой смысл было ее принимать? Зачем 36 гривен с 1000 за год, но вот чтобы было, как это вы считаете? Могу ответить. Первое. Раньше в старом законопроекте были введены штрафные санкции в виде пени, потом их отменили. И сейчас действительно с 1 января 2019 года, согласно данному закону, будет введена такие штрафные санкции, как пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Что касается суммы введения пени, наверняка на самом-то деле законодатель закладывал здесь тот факт, что по сути хотя бы сумму самого долга, чтобы начали платить. Она бы подстегивала или служила мотивацией, на мой взгляд, чтобы не было штрафных санкций и чтобы не было задолженности по коммунальным услугам. В колоссальных размерах, которые мы сейчас и наблюдаем. То есть это будет стимул платить, все-таки заплатить, потому что в следующем месяце вы заплатите свой тариф плюс 0,02%. Как вы считаете, такая логика? Да, наверное, такая логика. Ну и в принципе, всегда чем больше долгов у населения, тем лучше государство, потому что каждого, у кого есть долг, всегда можно как-то где-то... Если это простой человек, особенно бедный, если у него только квартира есть, то можно немножко его попугать, пошантажировать. Тут еще больше будет поводов. Так что, государство не изменяется в виду. Если еще раз сказано с этим нормой, пункт 5 этого закона, я процитирую языком оригинала, украинским. То есть, я так понимаю, что норму можно тратить таким образом. Начался старт компании по массовому отключению от услуг ЖКХ должников за услуги ЖКХ. Правильно я понимаю? То есть, те самые отрезания батареи, пломбы на счетчике и прочее, прочее. Да, действительно, в новом законе о жилищно-коммунальных услугах действительно очень много достаточно таких новшеств. Но эти новшества касаются не только потребителей, они касаются и той организации, которая предоставляет те или иные коммунальные услуги. То есть, это может быть ОСНД, в случае кооператив, либо это, если мы говорим об ЛНРГ, или Одесса ГАЗ и так далее. Сейчас, что касается вот данной именно нормы. Эта норма предусматривает о том, что на сегодняшний день действительно, по сути, ограничивать в потреблении коммунальных услуг. Что это значит? Это значит, что если накопился долг или систематическая неуплата, то фактически, как этот, выканавец имеет право фактически вас ограничить в потреблении коммунальных услуг. Но на сегодняшний день это тоже существует. Просто, например, если у вас подключен напрямую электрочетчик, да, то есть СОБЛЭНЕРГО, заключен договор. И в этом договоре тоже прописано, что, по сути, за неуплату они имеют право ограничивать доступ в потреблении коммунальных услуг. То есть, в принципе, на самом-то деле, действительно нас подводят к тому, что нас обязывают платить, но в тот же момент я считаю, что исполнитель услуг обязан выполнять свои и услуги. Потому что мы же говорим в студии тут ранее, что не всегда качественно предоставляется услуга. И это тоже нужно... Но это прописывается, вот это норма, ответственность поставщика за некачественную услугу, будь то свет, будь то вода, будь то тепло, вот особенно касается тепла, да. У меня батарея еле теплая, но плачу, извините, по полной. Вот есть ли какая-то взаимная ответственность? Ну, взаимную ответственность мы говорили тут неоднократно тоже в студии о том, что у нас есть несколько причин, есть и объективная, и субъективная причина. Первое, это то, что наши сети старые, что у них очень большие теплопотери, где надо проводить, там, скажем, реформирование и необходимо проводить ремонт данных теплосетей. И, конечно, за счет этого уже до потребителя будет поступать услуга. Или второй момент, что фактически некачественное само сырье, тоже мы это обсуждали. Момент, то, что необходимо платить, и на сегодняшний день законодатель дает право устанавливать счетчики, то, что мы говорили, теплосчетчики, это тоже является, скажем так, вот одним из факторов, что мы устанавливаем теплосчетчик и платим за конкретно потребляемую услугу. Это как один из вариантов. Да, ну и фактически, что касается в данном законопроекте, вернемся к жилищно-коммунальной услуге, это касается ответственности. Безусловно, законодатель хочет закрепить ответственность за окончательным потребителем. Но в тот же момент, в тот же момент, на мой взгляд, и тогда законодатель должен усилить санкции и усилить фактически за некачественное предоставление услуги. Это что касается... Я бы так сказал, что бизнесмены, которые принимают законы. У нас законодатели, я не знаю, вы знаете Верховной Раде законодателей? Ну, депутаты Верховной Рады. Ну, большая часть это представители бизнеса напрямую, либо те, кто подчиняется серьезным бизнесменам. Поэтому я бы не стал говорить, что кто-то, в принципе, в нашей Верховной Раде может проголосовать за закон, который бы защищал потребителей, либо заставил тех, кто подоставляет услуги, подоставлять качественные услуги. Что у нас происходит? У нас все коммунальные услуги, они монопольно подоставляются. Вот вы знаете, кто хозяин Одесса Облэнерго? Может, вы знаете? Я не знаю. Формально такая-то офшорная компания, неизвестно кому принадлежащая. Кто хозяин Инфоксводоканала? Вы знаете? Вы знаете, почему у нас постоянно поднимается цена на электроэнергию? Почему на тепло поднимается? Это мы все знаем, да? Потому что якобы мы потребляем газ, который покупается в Европе. И максимально... ...плюс, да, теперь... Все тарифы максимально подгоняются под так называемые экономически обоснованные. Ну, это... Экономическая обоснованность никто, естественно, проверяет. Экономическая обоснованность, это знаете, да. Да, потому что у нас, да, уголь теперь уже не хотят закупать у себя на Донбассе, а хотят в Америке закупать, да, ну... Ну, уже привозят. Да, уже привозят. Да, я сильно сомневаюсь, что весь уголь, который сжигается, да, у нас в ТЭЦ, это именно американский либо африканский уголь. Думаю, что донецкий хватает. Но цена, вот цена, она исходя из этого. Поэтому, чего нет в законе, это регулирование ценообразования на услуги. Понимаете? Да, требуют платить. Формально в леночной экономике, конечно, нужно оплачивать те услуги, которые предоставляются. Но как формируется цена на них? А когда будет прозрачное ценообразование? Тогда, когда будет известно, кто хозяин этих компаний. Хотя прессы часто и называют фамилии, да? Тогда ни одна офшорная компания не сможет ничем владеть в Украине. По сути, усиливается ответственность населения, потребителя. Потребителя. Но абсолютно не указывается и нивелируется ответственность поставщика. Нет, она указывается. Она и раньше была. И раньше же была такая, понимаете? Но опять-таки, те, которые продают по завышенным тарифам коммунальные услуги населению, это те, кто сидит в Верховной Раде. Какой закон они примут? Принят ли они закон? В первую очередь, должен быть принят закон, согласно которому абсолютно прозрачная форма собственности во всех монополиях, которые предоставляют услуги населения. Второе, абсолютная прозрачность при закупках всех необходимых средств для тепла, газ, уголь и так далее. Ни одной офшорной компании должно здесь фигурировать. Но если, извините меня, есть отчет ООН, да, где президент непосредственно открывает новые офшорные компании, то могут ли депутаты сделать что-то другое, либо запретить этот бизнес? Пока этот бизнес процветает, я не знаю, вот тут люди пишут, доверяет ли вы реформа ЖКХ. О какой реформе идет речь? О том, что... О том законе, который был принят в экономе. Вы одобряете, что вас отключали, а повысит тариф на газ еще в два раза, на тепло в пять раз, ну я условно говоря, да, и вас по закону будут отключать, вы будете счастливы, да, сидеть дома с холодной батареей, говорят, у меня по закону вот, какое у нас правовое государство, что бедного отключили по закону, а богатый по закону заработал еще раз больше. Понимаете? Поэтому говорить о том, что население будет как-то защищено, не верь ее, даже если пропишут в законе, но и не пропишут, поверьте мне. Вот мы отвлеклись немножко от самих пунктов закона, но тем не менее я бы хотел... Кстати, мне интересно, откуда вы взяли этот закон, понимаете? Вы, наверное, вообще у вас какие-то связи, потому что обычно в Украине депутаты парламента голосуют за законы, которые они не видят. Наверняка это какой-то на сайт выбрали... Ну, я хочу от депутатов, да, мы знакомимся с законом. На сайте Верховной Рады он опубликован был на конкурсе, вечером, да. Неужели подписанный, проголосованный был опубликован? Это проект был. То, что, за что проголосовали, точнее, они голосуют, опять-таки, не глядя. Потом то, что появится, и то, что отправят на подпись президенту, и то, что вот у вас есть, я думаю, что, как у нас говорят в Одессе, это будут две большие разницы. Поэтому и проценты, я думаю, что будут больше, чем одна сотая процента. Мне так кажется. Я не уверен, конечно, но все может быть. Поэтому, ну, если вы уверены, что именно это отправят президента, тогда хорошо. Но обычно у нас потом добавляют, проголосовали, потом добавляют какие-то нормы, которые немножко ситуацию меняют, как с бюджетом происходит. Один проект, а другой закон, принятый уже. Мне бы хотелось еще затронуться, вот отвлекаясь от конкретных норм и пунктов этого закона, хотелось бы коснуться вот такой темы. Почему сейчас Верховная Рада столь активно и массово штампует, я не побоюсь этого слова, штампует законы. Смотрите, пенсионная реформа. Да, не служба реформа, но это только в реформе Рада... Называют их, называют так вот. Ужесточили пенсионные законодательства. Бренд в медиа, да, выбросили? Ну, бренд, да, вот бренд, да, медиа это подкладывает. Для этого и штампуют, чтобы Гавы лично с реформой проходят. А мне кажется, что штампуют для того, чтобы в этом количестве, ну, не только растворялось качество, но и внимание населения, общественности к тем спорным, скажем так, мягко, нормам, которые прописаны в этих законах. Как вы считаете? Ну, первое, что действительно на сегодняшний день абсолютно верно. Фактически очень важные реформы или очень важные законы принимаются, точнее, идет очень важная реформа и очень важные законы принимаются в Верховной Раде. Потому что это и медицинская, так сказать, реформа, и пенсионная реформа, и реформа ЖКХ, которая, вот я считаю, что она очень важна была и есть, и остается на сегодняшний день. Почему? Потому что мы платим много денег, потребитель платит, а услугу до конца не получаем. Ответственность обоих сторон тоже не была до конца урегулирована. Почему происходит? Ну, что касается там, я думаю, что просто, на мой взгляд, на самом-то деле, просто, скажем так, начинает меняться немножко ритм жизни и каждое время диктует свои правила. Вот что касается, конкретно я говорю сейчас о ЖКХ, я конкретно говорю сейчас о ЖКХ. Я не буду говорить о медицинской реформе, она, на мой взгляд, ну, закон, на мой взгляд, недостаточно, скажем так, отработанный или с очень многими изъянами. Так же само и закон об образовании, там очень много пробелов. Ну, сегодня вопрос связан с ЖКХ, и вот, в принципе, ответственность, ту, которую они заложили, она достаточно правильная. Ну, как правильно сказал коллега, что на подписание или на выходе данного законопроекта это может немножечко реализация измениться. Давайте послушаем, давайте послушаем вопрос нашего телезрителя у нас на связи. Звонок, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Люда Петровская, вот слушаю вас, у вас часто передачи. И вот у меня реплика, собственно говоря, я даже не знаю, вопроса нет. Потому что людей бросили просто умирать. Ну, хорошо, когда у тебя есть здоровье и можешь заработать деньги. А все остальное, эти реформы, начиная за всю историю независимости Украины, и, как говорят, что у нас очень хорошие законы, но ничего не работает. Абсолютно ничего не работает. И не собирается работать. Рулят только деньги. Все зарабатывают деньги. Вы ведь с вами ходим по одним и тем же улицам. Вы прекрасно знаете, вот и гости студии, и ведущие, вы прекрасно все знаете. Где деньги, куда они уходят. Ну, просто вот те люди, которые... Спасибо, спасибо большое. Да, к сожалению, очень ограниченное время эфира. Это вот скорее реплика, нежели вопрос. На нас зарабатывают. По сути, вот принимая, в частности, вот эту реформу ЖКХ, на нас зарабатывают. Богдан Гиганов присоединился к нам, депутат горсовета от оппозиционного блока. Богдан, добрый день. Мы обсуждаем не только конкретные пункты этой реформы, как то, например, введение пени за неуплату. Вернемся, сейчас рассмотрим обязательно монетизацию субсидий. Вы позитивно оцениваете тот закон об жилищно-коммунальных услугах, который был принят накануне Верховной Рады, или все-таки негативно? Ну, отдельная его часть негативна, некоторые, возможно, позитивна, но больше, наверное, не своевременно. Так скажу. Своевременно? Не своевременно. Почему не своевременно? Потому что все-таки для начала, мне кажется, нужно думать о том, с чего люди будут платить. То есть нужно сначала дать возможность людям платить. То бишь речь идет об улучшении или стабилизации экономики. А потом уже принимать такие решения, как пеня за день просрочки, например, хотя бы. Мне кажется, что не об этом правительство наше сегодня думает. В первую очередь нужно думать о улучшении качества жизни каждого украинца. А уже потом думать о том, как набивать свои собственные карманы. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, дело заключается даже не в том, что кто-то там проводит реформу в интересах своих граждан. А в том, что МВФ мне давно не давало никаких кредитов. Просто отсутствие денег заставляет наших чиновников думать о том, с чего бы их все-таки взять. А то придумывают какие-то непонятные налоги. Что у нас там недавно ввели медицину, сделали платной. Сейчас, я так понимаю, за каждый день просрочки будут тоже взимать штрафы после вчерашнего принятого закона. Из девятнадцатого года. Что у нас еще? А пенсионный, да. Увеликий стартовой стаж, тем меньше людей будет купить на пенсию. Пенсионная реформа, хочешь докупить пенсионного стажа, пожалуйста. Государство превратилось просто в торговую лавку, которая предлагает разного рода услуги, даже не предлагает, а навязывает их. Для того, чтобы... Что, шага по конституции? Что можно выбрать? Из чего можно выбрать? Когда последний раз мы получали какую-то существенную помощь, которая бы заставляла чиновников, не чиновников, давайте так, чиновники разного уровня, правительства, то есть власть, которая сегодня управляет, глобально управляет страной, когда последний раз они получали деньги для того, чтобы их просто разворовать. Ну, несколько, давайте так, до год уже, да, они получали существенного транша. Вот за этот год было изобретено много, множество случаев, которые бы позволило каким-то образом дополнительно выкачать деньги из карманов людей. И тут важно обратить внимание на некоторые вещи. Никто не дорабатывает эти законы до уровня совершенства, который бы они... Хотя бы работало бы что-то нормально. Приняли законы БСМД, многие люди не понимают, как можно передать, например, там, дом... Не знаю, там, корпоративный какой-то, да, например, там, в свое управление. Вот же очень много вещей, которые просто не проработаны. Нормативные правоакты, никто их даже не старается довести до уровня совершенства, чтобы этот закон хотя бы работал. Идет речь о том, что дает определенный толчок, внизу все заняты какой-то тягомотиной, но ты обязан за это уже платить, а потом уже во всем остальном. Да, я обязательно, смотрите, абсолютно согласен с тем, что действительно приняли закон об объединении со владельцем многоквартирного дома 215-2015 году. Действительно, но он действительно не раскрывает вот саму процедуру, как передачи дома и так далее, да. Но я не соглашусь с одним, что жилищно-коммунальная реформа на самом-то деле важна и должна уже, ну, фактически завершаться. Почему? Я объясню. У нас даже кодекс, жилищный кодекс 89-го года. То есть понятно, что в сегодняшней жизни, в сегодняшнем реалии он как бы не работает, да. Но я с вами абсолютно соглашусь, что нужно подходить очень правильно, потому что у нас принимает закон тот же 215-й про сублогисти здесь не о правовластности в богатых квартирных будинках, но он не работает. То есть, по сути, мы знаем, как создать ОСНД, а как передать дом с баланса на баланс нет. Как оформить земельный участок под домом тоже нет. Почему? Потому что вот эта постанова Кабинета Министров про оформление, она работает со старой нормативной базой, которая еще 2002-го. А как вы думаете, почему это, Ваня? Вы думаете, такие они глупые? Нет, нет, я не как-то не думаю. У них хорошее образование, им не надо это. Потому что когда не прописано, тогда можно решать на местном уровне, как нужно и кому нужно. Понимаете? Поэтому и принимаются такие законы. Я, простите, перебью, у меня была, полностью вас поддерживаю в этом тезисе, у меня складывалось такое ощущение недавно, что для того, чтобы людей занять внизу каким-то процессом, пусть в селах люди думают об объединенных громадах. То и так же не прописано. В городах люди должны... ОСБ, ОСБ, да, да, да. То есть в больнице, то есть у человека не должно быть свободного времени. Он должен думать, как заработать деньги для того, чтобы оплатить непомерные коммунальные платежи и т.д. и т.п. А государство в лице определенного количества управителей, чиновников будет думать о том, как заниматься своими делами. То есть они просто занимаются лоббированием, пиватизацией заводов, фабрик. То есть это, не знаю, отжим бизнеса и всего остального, да, то есть свои дела решают. А люди не должны им мешать, они не должны смотреть, что требуют. Такое классное распределение полномочий. Мне кажется, что речь идет именно об этом. Давайте все-таки о конкретике, да, любопытнейшая норма, код в мешке, как угодно ее можно называть, ноу-хау, еще одно, которое предусматривает этот закон, это монетизация субсидий на услуги ЖКК. А вот то, о чем говорили последние годы, но, судя по всему, скоро состоится. Сейчас, напомню, субсидии носят безналичную форму, и государство в виде центров предоставления социальных услуг напрямую перечисляло поставщикам услуг вот эти безналичные, виртуальные, да, эти деньги, которые, собственно, население оформляло, но не ощущало в руках. Теперь же будет, например, так понимаю, либо на карточку, либо наличкой перечисляться определенная сумма субсидий. Вот тебе дали деньги, ты ими распоряжайся. Хочешь трать их на оплату света, газа, воды, тепла, хочешь потратить ее на праздничный торт. Да, ну вот, можно я добавлю один? Да, давайте поймем, да. Давай тогда поймем, что, да, дадут, что изменится. Дадут, дадут, может быть, даже вот специалисты, может, даже пару тысяч дадут. А вы знаете, что цена сейчас на нефть растет, а к ней привязан цена на газ в той же Европе. И вот цена на газ, если вырастет пациента еще на 20, на 30, сейчас почти 7 тысяч, да, будет 8, 9 тысяч. Как вы думаете, что будет с теплом, что будет, опять-таки, с ценой на газ, что будет с электричеством? Да, будет монетизация. Но, опять-таки, эта монетизация, она там покроется, в лучшем случае, 15-20%, ну, 25%. А остальное, люди по завышенным, по двойным, по тройным тарифам, вот как на газ, как на двойной тариф, да. Цена где-то 3,5 тысяч, мы платим 7. Почему это? Вот я хотел сказать, вы считаете, что от того, что нефть сегодня подорожала, у нас, как следствие, должен подорожать газ? Да. Вы не думаете, что газ у нас дорожает не потому, что нефть подорожала, а потому, что бывший премьер-министр на калькуляторе обосновался стране, почему газ должен быть дороже. Никто не обосновал, ни корея ни разу не обосновала качественно, доходчиво, почему, например, люди должны платить за отопление, такой тариф, при том, что у нас, в общем-то, есть откуда. Не обоснования, обоснования никакого нет. Просто человеку в какой-то момент говорят, что ты должен платить дороже, потому что кто-то там что-то решил. И, ну, мне кажется, если они захотят сделать эту услугу дороже, они ее сделают. Так они не сделают, что у них есть основания. Нет, так они уже ссылаются. Это я просто повторяю. По субсидиям, по субсидиям. Давайте поймем, потому что многие сейчас заговорили о том, что, возможно, будут накапливаться и продолжать накапливаться долги государства по субсидиям. И монетизация была сделана для того, чтобы сделать крайним за возможную неуплату за услугу ЖКХ именно потребителя. Именно потребителя. То есть раньше потребитель был не у дел. То есть непосредственно государство перечисляло субсидию непосредственно поставщику и не уплатило государство. Я не виноват. Да, такой логикой руководствовался потребитель. Сейчас на тебе субсидию. Почему здесь потребитель вообще? Государство платило. Сейчас государство будет давать деньги, конкретно субсидию в руки потребителя. И если эта сумма будет меньше, чем необходимо, либо задолженность государства перед потребителем будет возникать, то долг будет у потребителя, а не у государства. Вот не в этом ли логика? На сегодняшний день, сейчас просто две минуты. На сегодняшний день, вот скажу такое, уже на сегодняшний день, субсидии, деньги, денег, фактически денег на субсидии уже не хватает. То есть это однозначно приведет к тому, что потребитель получит не всю сумму. Либо с какой-то рассрочкой, либо не всю сумму. А платить ему придется день в день. То есть государство на руки сказало, вот это ваша личная проблема? Ну это, скажем так, потому что на сегодняшний день нужно было, наверное, начинать с экономики. Почему? Потому что действительно, там заявлено на 6 миллионов, по-моему, уже, а всего лишь выделяется сейчас 2-3 миллиона. То есть это вот только сейчас начинается. То есть уже нехватка процентов 40-50 денежных средств на субсидии. Примерно вот так. Ну вот государство официально заявляет о том, что не хватает от 10 до 15 миллиардов гривен на субсидии. И вот сегодняшним, сегодня появилась информация о том, что возмещают 7,6 миллиарда. То есть, опять же, не всю, не всю сумму, которая необходима для погашения долгов государства по субсидиям. Да, Леон. Мы обсуждаем следствие. Мы вдаемся в частности. Поймите, как это должно работать? Мы никогда не поймем. Потому что, в первую очередь, надо понимать, что что такое субсидия, это подачка. Кому мы ее выплачиваем? Тем людям, кто не в состоянии заработать себе на жизнь. Ну, то есть простыми словами. Категория этих людей постоянно увеличивается. Почему это происходит? Потому что государство не развивает экономику, не развивает бизнес, не развивает другие сферы прибыли. По сути, так вот, простыми словами. То бишь, из-за того, что эти люди, которые сегодня нуждаются, завтра могут выйти на очередной бунт, митинг, который власти придется каким-то образом подавлять, сегодня им дают возможность получать подачку, которая им позволяет протягивать. Сегодня, завтра, завтра, послезавтра. Таким образом, я так подозреваю, власть планирует дойти или дожить спокойно, досуществовать до того времени, например, до очередных выборов. Или до неочередных выборов. До того момента, пока это возможно. Пока это позволяет им получать кредиты, пока это позволяет им выжимать земли, недвижимость, это возможность просто подкармливать. Но вот то, что мы сейчас обсуждаем, это следствие непонятных вещей, которые никогда мы в голову себе не сможем понятно вбить, потому что некий гражданин, я так понимаю, написал какой-то алгоритм, дав другому человеку, тот каким-то умными фразами это все завуалировал, вылил в массы, и все, в медиа обсуждают. В регионах обсуждают, люди не понимают, как с этим бороться. Бороться с этим нужно другими вещами. Люди должны просто понимать, что сегодня нужно не то, чтобы с радостью получать эту подачку, или думать о том, как бы все-таки себя настроить на то, что подобрав или, я не знаю, выстроив определенный набор, собрав определенный документ, он сможет получить эту подачку. Да не о подачках нужно думать, а о том, как бы все-таки, когда подойдет время чьей, я имею в виду очередные или внеочередные выборы, не продавать свой голос за 500 гривен, чтобы он понимал, что продав однажды свой голос за 500 или за 1000 гривен, он в 100 раз больше потом отдает вот этими коммунальными платежами и прочими реформами той же власти, которая ему заплатила те же 500 гривен за этот голос. Нужно понимать, что голосовать нужно по совести, потому что потом, в промежуточное время, то есть вот эти 5 лет, да, или там какой будет установлен срок в новом законе, они никак не в состоянии, эти люди, повлиять на ход этого уже процесса, который загоняет этого же человека, который продал свой голос, все глубже, глубже и глубже. И то, что сейчас мы обсуждаем, вы думаете о том, что мы никак не сможем объяснить человеку, вот сегодня у меня был случай в приемной, пришла женщина, говорит, я общалась с Труханом, я общалась с Буймовичем, я общалась с другими чиновниками, у меня нет отопления в доме, в центре города существуют дома, которые по тем или иным причинам еще не отапливаются. Я пришла и спрашиваю, что мне делать. У меня есть задолженность, у меня есть 15 тысяч долг, дело в том, что я действительно обосновала, у меня такая ситуация, как бы, да, и социальный, департамент социальной трудовой политики, тот, который оказывает, в принципе, профильный департамент, который оказывается помощь малой имущей категории населения, компенсировал ту задолженность перед поставщиком. Но дело в том, что там по каким-то бюрократическим еще проволочкам, сумма долга еще не была получена, и, в общем-то, абонемент пользователя не включили. Она говорит, что мне делать на выходные. Я пошла к Турханову, я его где-то словил, они, я так понимаю, что где-то на каком-то там мероприятии, что ли. И вот он мне сказал, что идите в райадминистрацию, вам выделят дуйку. Ну, понятное дело, что, да, ситуацию в комплексе не решает. Я так понимаю, что он просто по-человечески решил помочь человеку, да, как бы. Она пошла в райадминистрацию, в райадминистрации подошли к этому несколько по-другому, в общем-то, попала она ко мне в приемную. Говорит, что мне делать? Ну, что мне делать? Вы можете мне дать какой-то камин? Что мне делать? Как мне? У меня инвалид, говорит, второй группа, там, вроде бы, как отец, и еще там что-то. Вот человек пришел, и я ему, ну что, этой женщине говорю? Давайте оформлять субсидию, давайте одно, второе, третье. Будем как бы с понедельника решать. А что делать мне сегодня-завтра? Я спрашиваю, за кого вы голосовали? Она говорит, за Порошенко. Я говорю, ну так идите к нему за дурьку тогда получается. Понимаете, практически, да. Это то, зачем он говорит. Вы как будете голосовать на следующих выборах? Ну, я посмотрю. Так ты посмотришь на что? На борды посмотришь? Или на ту ситуацию, которая тебя заставила сегодня искать по приемным депутатским дуркам? Вот это практически, просто, понимаете, или пример, который меня сегодня вверх в шок. Как это? Если вас не устраивает то, как вы жили сегодня, надо как-то менять это. Вот что я имею в виду. Простите за долгий спичек. Немножко скажу в рамках нашего закона, который был принят. Это все касается ответственности. Ответственности потребителя, ответственности голоса, который ты отдаешь, и ответственности фактически исполнителя. Поэтому мы говорим о просто ответственности. Мы говорили о том, что закон усиливает ответственность потребителя перед поставщиками, перед государством, в лице поставщиков, но при этом в отношении поставщиков ответственность не прописана. Государство, не изменяя своего подхода, никак не дает возможности почувствовать более ответственный подход перед гражданами. Какое государство? Вы имеете в виду Украина? Вы считаете, что Украина – это государство? Можете ли называть страну государством, где 6 миллионов людей живет за колючей проволокой на Донбассе, когда приходит с дуйкой, и люди могут умереть от мороза? Это не государство, понимаете? Когда мы говорим государство, это бизнес, крупный бизнес, который приватизирует эту страну, который приватизирует правительство, который проталкивает такие законы и будет отрезать. И эту женщину могут отрезать через год уже по закону и сказать, извините, а тебе не перечислили 15 тысяч гривен в субсидии, да? Мы тебя отрежем и скажут, вот у нас правовое государство, у нас отрезают пенсионеров от тепла по закону. А европейские скажут, вот вы молодцы, возьмите еще миллиард евро. Какие вы законники, понимаете? Поэтому я полностью согласен. Люди должны понимать свою ответственность. Мы сделали такую сумму, потому что мы все голосовали. То за Януковича, то за Тимошенко, то за Порошенко. И вот чему это все привело. И действительно, будет еще шанс. Я надеюсь, что большинство из нас доживет до следующих выборов. Никому не прощайте то, в каком мы состоянии оказались. И никогда не голосуйте за тех, кто был депутатом Верховной Рады и находился во власти, кто был министром. Потому что, когда мы им прощаем за эту субсидию, за эту подачку, то они потом издеваются еще больше. Главное, чтобы новые были не продукт политтехнологий, а все-таки профессионалы. Это тоже очень важно. Вы у вас предыдущий губернатор, который новых людей привел. И вот что мы тоже, спросите, за такую аргу поимели. Ну, понимаете, во всяком случае, этот губернатор не отказался от своей позиции. Он может в любой момент убить и все остальное. Он, во всяком случае, те люди, которые остались с ним, они хотя бы борются с этой властью. Они не сдались. И те, которые продолжают борьбу, они заслуживают уважения. А те, которые набивают карманы, то... Давайте подведем итоги нашего интерактива. Одобряете ли вы ту реформу ЖКХ или хотя бы те тезис, которые мы сегодня озвучивали в рамках этого эфира? Да, либо нет. Одобряют 29% и 71% наших телезрителей. Уже 26 только. 26, видите, тоже... Народ у нас умный, видите, послушали экспертов. 26% одобряют. А вначале было 85% одобряли, понимаете? Вот одесситы такие. Воспринимают умную информацию. То есть, в принципе, ваши слова находят отклик. Люди не доверяют тем решениям, которые принимаются нынешние Верховные Рады, собственно, с подачи нынешнего правительства, а, соответственно, с подачи нынешнего глава государства. В первую очередь, люди должны доверять не словам с экранов телевизоров. Об этом идет речь. Бывший губернатор, действующий губернатор, будущий губернатор. Ну, нужно понимать, что всегда есть противоборствующие кланы. Их всегда есть что делить. Один всегда недоволен другим. И эта дезинформация или информация, да, она должна восприниматься людьми всегда просто как информирование, да. А выводы они должны делать, научиться самостоятельно. Это первое, на что хотелось бы, чтобы люди обратили внимание. Потому что если мы сейчас начнем втроем говорить о том, что белое – это черное, этому верить нельзя. Белое – это белое. И люди должны понимать, что это белое. И что бы мы здесь ни говорили, от этого цвет не поменяется. Первое. Еще я вот на что хочу обратить внимание, что реформы ЖКХ, да, любые реформы, которые сейчас внедряются, они сегодня не соответствуют современным вызовам. Современный вызов, мне кажется, вот если мы говорим о ЖКХ, то мы должны понимать, что дома-то, да, лучше не стали. По документам, у нас вроде бы как прогресс какой-то присутствует. А виноваты ли люди в том, что старый фонд сам по себе начал разрушаться, в том, что появилось такое понятие, как ветки, аварийный фонд? Мне кажется, это все следствие удовлетворительной работы сферы ЖКХ по обслуживанию коммунальных домов на протяжении, там, за, не знаю, лет 40, наверное, да. То есть это все, то есть фактически получается, мы, власть сегодня людям передала в пользование или в собственность обслуживать то, с чем сама уже не в состоянии просто совладать. Оно все рушится. Это просто, извините, это издевательство, да, издевательство. Вот вам то, что, в общем-то, мы уже не хотим обслуживать. И, соответственно, еще и недоскональный закон, мы даже не поймем, что все это будет. Да, кстати, наверное, Андрей, с вами согласится, это норма закона. Еще одно ноу-хау, вот, обслуживание внутридомовых сетей вне вашей квартиры. Парадная, подвал, газовая труба на стене. Если труба течет, если провод замыкает, это теперь не вызывать электрика за счет ЖЭКа, да, а оплачивать работу непосредственно из вашего кармана. То есть обслуживание внутренних сетей теперь на совести и зона ответственности потребителя. Ну, на самом-то деле у нас же все-таки мы говорим о том, что есть управление и обслуживание в рамках ОСМД или обслуживающего кооператива, и вот здесь ответственность как раз управляющей компании, организации, которая берет на себя ответственность. Ну, это за счет жильцов. Ну, это то, что касается подвалов и чердаков. Так коммунальная это собственность или это собственность совладельцев? Все-таки по закону это собственность совладельцев. Жадность городских власти получается, не это то наше коммунальное. Как делить этот дом? Его надо растянуть, получается. Я написал об этом в своей социальной сети в Facebook. Я скажу так, что этот весь балаган, я называю его только балаган, потому что реформы, не реформы, чтобы не происходило, это все сводится к тому, что спасение проживающих, дело рук самих проживающих. И на сегодняшний день это выглядит так. А если вы еще не будете оплачивать, я так понимаю, услуги за то, что вы проживаете, к вам придут, сегодня это будет пеня, а через год примут закон или через полгода, где смогут еще и отбирать квартиры. И частная исполнительная служба уже тоже присутствует, они уже работают. Просто последнее скажу о том, что вот подведя итог, вот так вот немножко, реформу нужно начинать с головы. И каждый житель Одессы, Украины должен начинать реформу как раз головы. И потом уже эти все реформы, собственно, и ЖКХ пойдут вперед. Спасибо, много страшилок мы сегодня с вами озвучили в этой студии. И пытаемся... Надо диагноз поставить. Знаете, не поставили диагноз, сюда можно вылететь. А когда у вас идет везде, в ближайших шансов нет. Месяц мы будем пожинать плоды, собственно, ноу-хау в жилищно-коммунальном хозяйстве. У нас в разгаре отопительный сезон. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Оставайтесь репортером, не переключайтесь, счастливо. Продолжение следует...